Аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге, как Аптека для бережливых заботится о вас. Здравствуйте, в эфире Первого городского службы новостей город, студия Алексей Колодкин. Чем запомнилась эта среда жителям Калининграда, что больше всего обсуждали в городе, узнаем в ближайшие 20 минут. И вот о чем пойдет речь далее. Прекордное подорожание свинины за несколько лет, захват фермерами, ветеринаров в Польше. И все это на фоне новостей о быстро распространяющемся вирусе АЧС. Большая Россия рискует остаться без калининградской продукции. И наоборот, виной всему новая форма документа оборота. Как и когда наступит конец света? Калининградские ученые выявили целую формулу, о которой уже пишут американские издания. Первый городской оставляет минимум рекламы специально для вас. На телеканале стартует премьера британского сериала «Последнее королевство». Последствия погоды, о которых стоит знать. Ночные ливни в Калининграде затопили несколько проезжих частей. Ну и по традиции, картина дня в вопросе жителей. Хорошими новостями делятся наши телезрители. Ну и перейдем к первой теме. Свинина продолжает дорожать. Цена за килограмм по области увеличилась на 10% для региона. Это рекордный скачок. Как и для всех россиян, экономисты подсчитали, что за два года это самая высокая цена на мясо. В чем причина и кто от этого страдает больше? Производители, предприниматели или мы с вами, покупатели? Разбиралась моя коллега Анастасия Соколова. Предприниматель Алишер Сагдиев торгует на рынке уже несколько лет. За это время у него появились постоянные покупатели, которые приезжали специально к нему и увозили с собой килограммы мяса. Но теперь все изменилось. Рынок пустует. Хуже, конечно. Клиенты мало стоят. До этого клиенты нормальные были. Сейчас мало стало. До этого за неделю мы продавали 2 тонны, а сейчас не так. Сейчас за 3 дня 5 туш продаем. До этого 20 туш продаем. Теперь покупателей становится меньше из-за подорожания свинины. Если раньше килограмм обходился калининградцам в 175 рублей, то теперь горожане отдают за него от 200 до 220 рублей. Предприниматели уверены, цены заламывают поставщики. При этом сами поставщики объясняют, у подорожания есть целый ряд причин. Сейчас летний период идет. То есть идет падение привеса у животных. Меньше бьет. На сегодняшний день уменьшаются фермерские хозяйства. Инфляция 2%. Говорят, наше правительство говорит 2%. Я считаю, что она выше, особенно на продовольствие. Ну и на сегодняшний день бич животноводов, особенно свиноводов, это африканская чума. Свою роль в цене не могла не сыграть АЧС, которую, кстати, по словам специалистов, можно было предотвратить. Властями Калининградской области еще в конце прошлого года была допущена очень серьезная ошибка, когда они успокаивали собственные производители и население тем, что крупнейшие производители свинины в Калининградской области защищены самыми высокими стандартами биологической безопасности, и что промежновение вируса африканской чумы свиней практически невозможно. А вот после того, как крупнейшее предприятие все-таки пострадало от этой напасти, я думаю, что многие просто действительно растерялись и где-то хотят перестраховаться. Поэтому сейчас все будет зависеть от того, какие сделаны выводы и какие управленческие решения будут приняты. Правительством области принято решение уничтожать зараженных свиней в очках эпидемии. На одном из предприятий под Зеленоградском, в микрорайоне Космодемьянского и фермерском хозяйстве под Неманом. Производителям будут возмещать ущерб в 159 рублей за 1 килограмм мяса и 45 рублей за 1 килограмм субпродуктов. Сколько исследований проведено, откуда поступила продукция, где были выращены животные до убоя, это все отслеживается. Переживать, что в вашей кастрюле на ужин может оказаться зараженная свинина, не стоит, если покупаете вы ее не из прицепов каблучков обочины, а в специализированных на том местах. Например, рынки, где ветврачи ежедневно проверяют мясо на продажу и выдают продавцу соответствующий документ, который гарантирует безопасность. Убедиться в том, что мясо хорошее, может любой покупатель. Для этого нужно только попросить у продавца заключение о реализации пищевых продуктов. У вас такое есть? Здравствуйте. Здравствуйте. Конечный вес у нас. У нас все как положено. Как в Греции. Пожалуйста. Спасибо. Самое главное, что вы здесь должны увидеть, это печать, подпись и строчку. Пищевой продукт признан пригодным для реализации. Вот и все. Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, служба новостей о городе. Партнер темы дня – гипермаркет Уйма. Ну и в продолжении темы. Рост цен возможно почувствует сейчас и покупатели на Северном Урале, где введен карантин по АЧС из завезенного в регион мясо из Калининградской области. Напомним, что ранее сообщалось о вирусе и в Мурманской области. Не утихает событие распространения чумы и у соседей поближе. В Польше. Там фермеры заблокировали доступ ветеринаров к свиньям. Сейчас в воеводствах идет программа по массовому убою животных в зараженных очагах. За последнюю неделю погибло около трех тысяч свиней. Фермеры выходят на митинги. Так свиноводы остановили автомобиль, в котором ехали ветеринары. Врачи должны были привести в исполнение убой нескольких сотен свиней. Фермеры окружили транспортное средство и на протяжении нескольких часов удерживали врачей в машине с требованием прекратить убой. Свиноводы уверены, что одной из причин заражения АЧС на местных хозяйствах являются сами ветеринары. Они перемещаются с зараженных территорий в хлева со здоровыми животными. На переговоры с митингующими даже прибыли местные власти, которые заверили, что здоровый скот убивать не будут. К другим темам калининградцы могут остаться без продукции из большой России. А наши фермеры рискуют потерять покупателей по всей стране. Сетевые магазины винят в этом новую электронную систему под названием «Меркурий». При этом специалисты утверждают, что сложности возникают не из-за нее, а из-за анклавного положения нашей области. Вся необходимая для транспортировки и пересечения границ документации на товары как раз хранится в программе «Меркурий» в электронном виде. Если вся Россия активно пользуется этой системой и для нас бумажки в прошлом, то вот для литовской стороны все должно быть прописано исключительно в бумажном виде. Отсюда весь сыр-бор. Первые машины, которые пришли сюда, оформленные в системе «Меркурий», все знают, что сертификация системы «Меркурий», машина идет там, у нее есть накладные, все дошли до литовцев и все там встали, потому что закономерный вопрос литовского государства ветеринарного инспектора, а где ваши документы дорогие, а документов-то и нет. Правила Литвы действуют как для товаров следующих из России. В Калининград так и наоборот, поэтому сетевые магазины боятся. Если через Литву не будут пропускать продукты, то калининградцы останутся без российской продукции, а наши производства не смогут поставлять товары никуда, кроме местного рынка. Но Россельхознадзор утверждает, что выход найден. Теперь поставщики просто распечатывают документ из системы «Меркурий» и предоставляют литовской стороне. Научным открытием калининградских ученых заинтересовались американские исследователи. С помощью огромного количества формул нашим физикам удалось узнать, когда, а главное, как произойдет конец света. После публикации статьи в американском издании интерес к ученым БФУ имени Канта и их исследованию растет с каждым днем. А телефон с расспросами журналистов в прямом смысле плавится вовсе не от жары, а от предложений записать интервью. Эти кадры выглядят как сцены из фантастического фильма, но нет, это всего лишь наша вселенная. И, как утверждает ученый, она постоянно расширяется под действием давления. Если оно станет слишком сильным, произойдет взрыв. Раньше научные светила были уверены, что конец всего живого легко предсказать, но калининградские ученые с ними не согласны. По новой теории никаких предпосылок, сигналов, в общем, всего того, чтобы могло предвещать взрыв, не будет. Все произойдет мгновенно, внезапно. Мы ничего не успеем с вами сделать, вселенная просто исчезнет. Давление будет начинать расти, 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 расти. Просто он растет так быстро, что в конечном моменте взрывается, температура там поднимается и так далее. Просто внезап, в какой-то момент времени может происходить скачок. Если такая неприятность вдруг случится, то никаких предвестников, сигналов, знамений не будет. Просто охранясь и все, вот примерно вот так. На разработку этой теории ушло три года. Над огромным количеством формул, которые доказывают теорию, трудилось трое калининградских ученых. Каковы шансы, скажу, не знаю. Мы можем чисто статистически рассуждать так, что если до сих пор ничего такого не происходило, то значит шансы, что это произойдет завтра, низкие и можно спать спокойно. Физики успокаивают. Вероятность такого исхода невелика. В науке есть множество теорий расширения Вселенной. И мгновенный конец для всего света – лишь одна из таких теорий. В Калининграде ждут новый поток туристов. Школьники останутся без пятерок, а молодежь не верит в силу высшего образования. Зато коммунальные службы верят, что без горячей воды можно обойтись. Об этих и других новостях смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В Калининграде ожидают увеличение потока иностранных туристов в 2019 году. Такие прогнозы дает Министерство культуры области. Во время Чемпионата мира по футболу регион получил мировую известность. И чиновники рассчитывают не только повторить, но и приумножить туристический успех прошедшего мундиаля. Напоминаем, что за четыре матча Калининград посетила 132 249 боленщиков. Пятибальную систему школьных оценок планируется изменить на 12-ти бальную. Проект сейчас находится в разработке Рособорнадзора. По словам представителей ведомства, для его внедрения в жизнь в школах не хватает квалифицированных учителей, владеющих современными методиками оценивания. В Калининграде с 1 по 14 августа на 50 улицах отключат горячую воду. Связано это с ремонтом теплосети и нескольких котельных. Под ремонт попадают Московский проспект, Литовский вал, улицы в районе площади Василевского, Ленинский проспект, Барнаульская, а также ряд улиц Ленинградского и Центрального районов. Узнать точные адреса можно на сайте администрации. Адрес на экранах. Россияне стали сомневаться в необходимости высшего образования. К таким выводам пришел Институт изучения общественного мнения после исследования. Опрос показал, что не верят в силу образования 34%. В 2015 году эта цифра составляла 28%. В целом же молодежь считает, что наличие диплома никак не связано с успешной карьерой и высоким доходом. 80% российских компаний повысят цены на свою продукцию из-за роста НДС. Такие данные показал опрос международной консалдинговой компании в области менеджмента. Предприниматели объясняют повышение цен увеличением расходов на уплату налога. Лишь 10% опрошенных ответили, что стоимость на их продукцию не увеличится. Ну и это еще не самые интересные новости. Вот в чем расскажем во второй части нашего выпуска. Первый городской оставляет минимум рекламы специально для вас. На телеканале стартует премьера британского сериала «Последнее королевство». Последствия погоды, о которых стоит знать. Ночные ливни в Калининграде затопили несколько проезжих частей. И по традиции картина дня в вопросе жителей. Хорошими новостями делятся наши телезрители. Сейчас полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. В Черняховском районе легковая машина врезалась в трактор с прицепом. Вария произошла поздним вечером. В результате столкновения у автомобиля смело переднюю часть, а у трактора перевернулся один из прицепов. Есть погибшие. О других происшествиях смотрите далее. В Калининграде на улице Невского легковой автомобиль сбил человека. Авария произошла сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший остался жив. Его увезла скорая помощь. В Калининграде затопило несколько улиц. После грозы и ливня под водой в буквальном смысле слова оказались улицы Портовая, Транспортная, Генерала Павлова и Петрозаводская. При этом пользователи также комментируют, что Портовая была отремонтирована перед чемпионатом мира и должна была справиться со стихией. Также по вине непогоды с утра в городе были большие пробки и многие опоздали на работу. В Калининграде фура перекрыла движение на Большое окружное в районе поселка Космодемьянского. По словам очевидцев, транспорт занесло на мокром асфальте и машина заняла положение перпендикулярно движению. Как видно на ролике, объехать своеобразный шлагбаум оказалось невозможно. На верхнем озере подростки вскрыли торговый павильон и похитили оттуда деньги и продукты. Школьники не смогли удержаться и принялись есть украденные на месте. За уничтожением улик их и застали полицейские. Они выехали специально за голодными грабителями, так как весь процесс засняли камеры круглосуточного наблюдения. Внимание, розыск! 15-летняя Иона Лазарчук три дня назад ушла из дома и не вернулась. Живет девушка в районе Садового общества 40 лет Победы. Рост 165 сантиметров, волосы светло-русые, телосложение среднее. Одета была в светлую кофту и юбку синего цвета на ногах балетки. Если у кого-то есть любая информация о ее местонахождении, звоните по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Или 02, или 102. Продолжат ли работать пенсионеры? Почему в Калининграде с трудом ремонтировали дороги? И сколько стоит замок из сериала «Игра престолов»? С этими и другими новостями из мира экономики, бизнеса и финансов вас познакомит моя коллега Анастасия Соколова. Здравствуйте и начнем с новостей страны. По информации Росстата, каждый третий пенсионер в России после выхода на пенсию продолжает работать. Большинство в сферах промышленности, торговли или образования. При этом безработных пенсионеров в России чуть больше 3%. К новостям мировым в Ирландии на продажу выставили замок из нашумевшего сериала «Игра престолов». Любой желающий может его приобрести за 656 тысяч долларов. Это около 41 миллиона рублей. Кстати, замок исторический. Его построили в середине 19 века. В нем жили графы, во время Второй мировой войны размещались солдаты, после в нем был отель, а недавно на его территории снимали «Игру престолов». И к новостям региона. Дороги в Калининграде не могли ремонтировать из-за того, что все финансирование уходило на остров Октябрьский. Об этом сообщил экс-мэр города Александр Ярошук. А точнее, на строительство там улично-дорожной сети. По словам Ярошука, несколько лет город и область недополучали средства областного дорожного фонда. Все уходило на остров. Калининградский фестиваль вошел в топ российских событий августа. Рейтинг составило аналитическое агентство «Турстат». Калининградский стрит «Фуд уикенд» занял второе место в рейтинге лучших гастрономических событий последнего месяца лета. Обогнал его только пир на Волге в Ярославле. Также составители рейтинга обещают, что самая вкусная еда ждет россиян на арбузном фестивале в Волгоградской области, в клейдоскопе вкуса в Выборге и на русской каше 2018 в Белгороде. Напомним, полакомиться на Калининградском фестивале еды можно будет с 24 по 26 августа на острове Канта. И это все бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Анастасия Соколова. Увидимся на Первом городском. Ну и в продолжении экономических новостей. Курс валют, который установил Центральный банк на четверг 2 августа. Курс валют на 2 августа. Доллар США 62 рубля 55 копеек. Евро 73 рубля 10 копеек. Польский злотый 17 рублей 9 копеек. Грамматическая ошибка в графике работы одной из калининградских больниц стала поводом для массового троллинга в социальных сетях. Со временем работы как раз там было все в порядке. А вот в слове «воскресенье» была допущена ошибка. О других новостях из мира интернета в нашей постоянной рубрике. В сети появилось видео реконструкции Фридландского сражения. Событие прошло в Правдинске. Горожане воссоздали бой между французской армией Наполеона и русской подкомандованием генерала Бениксена. Битва завершилась поражением русской армии. А этими кадрами делятся жители Красноярска. На первый взгляд ничего необычного. Но местные-то разглядели, что на видео машины администрации, которые припаркованы на обочине в запрещенном месте. Чиновники решили провести собрание на свежем воздухе и особо не задумались о месте стоянки автомобилей. Администрация уже сообщила о готовности заплатить штраф за нарушение. В Волгограде трое молодых людей пытались украсть банкомат. Однако все пошло не по плану с самого начала. Агрегат не поддавался передвижению. Потом его все же сдвинули и погрузили на тележку. Но не той стороной. После добыча просто не проходила в двери. К слову, выломать ее грабители не смогли, хотя она была из пластика. А вот в Техасе грабители пытались похитить акулу по имени Мисс Хелен. Они вывезли ее из местного океанариума на детской коляске, предварительно положив хищницу в ведро с водой. Полиция нашла Мисс Хелен в доме одного из преступников. Он коллекционировал представителей морской фауны. Сейчас акула вернулась в свой аквариум и находится на карантине. Ну и по традиции, как всегда, мы решили узнать о хороших новостях, которые произошли в жизни калининградцев. Наш эфир продолжит рубрика «Опрос». Партнер рубрики «Хорошие новости» – сеть магазинов европейского формата «Семейная мода». У меня погода радует. Я люблю дождь. Отличное море. Тепленькое. Особенно в Пионерском. Песок изумительный. Ни одного окурка в этом году. Просто прелесть. Отремонтировал телефон. За это не взяли денег. Представляете, все такое бывает. Вот иду радостно. Меня радует, что я уволилась. Я очень рада. Что мы приехали снова в Калининград. Так как мы когда-то отсюда уехали. Нас очень радует, что Калининград так сильно преобразился. Это в плане очень красиво стало. Ну, он и был красивый и зеленый. А сейчас стал еще лучше. И нам стало зато очень радует. Гости приехали из Ульяновска. Сегодня закончился дождь и выглянуло солнце. Прекрасно. Партнер рубрики «Хорошие новости» – сеть магазинов европейского формата «Семейная мода». Балтика готовится к новым играм во Владивостоке и Тюмени. А в Калининграде набирает популярность пляжный вид спорта. Об этих и других новостях смотрим далее. Балтика готовится к четвертой и пятой игре тура на первенство ФНЛ. Тренировки футболистов проходят на базе Балте в Светлогорске. Калининградская команда сыграет вначале во Владивостоке с Лучом, а затем в Томске с Томью. В Калининград команда вернется 9 августа. В городе прошли сборы по художественной гимнастике среди детей. Израиль, Словакия, Греция – это далеко не все страны, из которых приехали 150 спортсменок. Мероприятие проходило в спорткомплексе «Созвездие». Будущие спортсменки 10 дней обучались у знаменитой олимпийской чемпионки Маргариты Мамон. Главное событие этого года из мира серфинга пройдет в это воскресенье в Зеленоградске. Чемпионат России по спорту с доской проводится на Балтийском побережье уже пятый раз. Спортсмены делятся на три группы в зависимости от уровня профессионализма. Заезды начнутся в 6 часов утра. В эту субботу, 4 августа, в Зеленоградске пройдет четвертый этап чемпионата области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. Игры на пляже с мячом начались в середине июня. До этого соревнования проходили в Балтийске и Янтарном. Захватывающие средневековые сражения, старинные замки, битвы викингов, борьба за власть и любовь. На первом городском стартует показ британского сериала «Последнее королевство». Его уже сравнивают с легендарной игрой престолов и, конечно же, викингами. С 1 августа по будням в 21.00 стартует показ первых двух сезонов «Нашумевшие саги». Третий сезон миру пока еще не показан, поэтому у вас есть прекрасный шанс подготовиться к мировой премьере вместе с нами. Благодаря нашему партнеру компании «Универсал Трейдинг Балтика» с торговой маркой «Охота» мы сократили в сериале количество рекламы. Сценаристы отлично поработали над подачей мыслей, линия сюжета совсем не затянута. Наоборот, кадры окунают зрителя в водоворот действий и событий той эпохи 9 века. Все это происходит настолько стремительно, что порой закрадывается мысль, словно сериал заканчивается на самом интересном моменте. Но картинка меняется и шедевр продолжается снова. Специально для телезрителей «Первого городского» мы максимально сократили рекламный блок внутри. Сериал прервется лишь на несколько секунд. В августе зрители увидят первые два сезона. С понедельника по пятницу в 21.00. Не пропустите. Упал, очнулся гипс. Согласно статистике, травматизм выводит и строит до 15% людей, а для 20% является причиной инвалидности. Кроме того, специалисты бьют тревогу из-за участившихся жалоб на заболевание опорно-двигательного аппарата и несвоевременного лечения. Калининградцы испытывают трудности со здоровьем. Подробности смотрите прямо сейчас в специальной рубрике про здоровье. Современная медицина, опыт и мастерство специалистов позволяют спасти самое дорогое – жизнь. Но важно понимать, что даже самая ювелирная работа хирурга не может полностью восстановить былое состояние пациента, если он не получит полноценного курса реабилитации. Десять лет занимался профессиональным спортом, мастер спорта, протрузия в поясничном отделе. Я выбрал этот центр, новое оборудование, хорошие специалисты. Я думаю, что мне здесь помогут. Вы уже у нас целую неделю ходите, занимаетесь. Давайте мы сегодня посмотрим, есть ли у вас улучшения. Наши тренажеры дают проработку именно глубоких мышц постпуральных, которые, скажем так, отвечают за вертикализацию тела в пространстве. Эти мышцы сложно проработать обычными упражнениями, которые можно выполнять в любом фитнес-центре на тренажерах. Мы стараемся сейчас проработать вашу левую ленту, укрепить ее, соответственно, чтобы она именно поясничный отдел в первую очередь, чтобы ваши мышцы справлялись с нагрузками, чтобы у вас не было дискомфортов, не было боли в пояснице. На данном тренажере можно быстро и эффективно избавиться от проблем опорно-двигательного аппарата, также заболеваний центральной нервной системы, то есть это паралитии, порезы, ДЦП, дети, если идут к нам, а также послесутные состояния. Также спортсмены могут повышать свою результативность. Одним из преимуществ физиотерапевтических методов является то, что при этом не используются медикаменты, а значит и нет риска аллергических реакций и побочных эффектов. Не развивается лекарственная зависимость. Через месяц, я думаю, полностью вернусь к своей прежней полноценной здоровой жизни. Реабилитация имеет одну единственную цель – максимально возможное восстановление утраченных функций у пациента. Эта работа требует от пациента прежде всего терпения и упорства, а от врачей – специальных навыков и реабилитационного оборудования. Данный аппарат мы будем использовать у вас для улучшения кровоснабжения коленного сустава и уменьшение угла контрактуры. Этот аппарат мы используем после эндопротезирования колен и тазобедренных суставов. В домашних условиях разрабатывать ручным способом – это более болезненно. И смотря под каким углом, то есть можно сделать неправильно. Здесь же мы выставим правильный угол, и разработка будет под контролем доктора. В наш центр приходят люди с болью в спине, как правило, это грыжи, протрузия, остеохондроз. Также мы эффективно помогаем людям с головной болью, детям с детским церебральным параличом, также людям после переломов – это разработка контрактур. И с проблемами после дорожно-транспортных происшествий – это повреждение спинного мозга. В спортивно-оздоровительный комплекс «Победа-33» приходят пациенты вплоть до 80 лет, а самому маленькому пациенту недавно исполнилось 5. И это были все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии для вас работал Алексей Колодкин, и увидимся, как всегда, на Первом городском в 20.18. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». У каждого города своя история, самобытность и свои аптеки. Скажите, почему вы выбираете аптеку для бережливых? Эта аптека всегда рядом, где бы мы ни находились. И она каждый раз нас выручает? Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас.